Итак, народ, всем привет, и сегодня речь пойдет про Decathlon. Некоторые думают, что я Decathlon ненавижу еще больше, чем компанию Nike, хотя и Nike Decathlon мне нравятся, просто у Decathlon мне не понравились именно их кроссовки, самые дешевые кроссовки, которые вы можете найти в Decathlon. Я делал на них обзор, они мне категорически не понравились, я считаю их лютым говном, не советую никому их покупать, но люди на меня обиделись, мол, ты обижаешь низшие там слои населения, господи, в наше время никто не может там две тысячи потратить на более лучшие кроссы, я этого не понимаю, но ладно. Сегодня речь пойдет про вот эту вот куртку от компании Salagnac, я думаю, она так произносится, это французская компания, которая на секундочку является как раз таки подразделением Decathlon, которая делает вещи для охоты, это и куртки, и штаны, и другие приспособления. В общем, фирма, как я посмотрел, достаточно хорошие вещи, стоят у них копейки, как и вот эта парка, потому что я охерел просто с того, сколько стоит эта парка, и что она предлагает за эти деньги. Такого вы не найдете сто процентов, я вам гарантирую, ни у кого абсолютно из производителей. И перед тем, как мы приступим к обзору, у меня для вас небольшой такой сюрприз новогодний. Мы с ребятами из Mavericks решили сделать для вас розыгрыш, это будет розыгрыш вот этого от рюкзака и штук, которые находятся у него внутри, а именно это вот этот вот Nessessor. И также из молочевки они дали вот такую вот обложку для паспорта. Условия для розыгрыша и дату его я оставлю в описании под этим видео, можете там со всем этим ознакомиться. Ну а пока перейдем, давайте уже непосредственно к этой парке. Обзор курток я всегда начинаю с материала верха, здесь это тоже не исключение. И эта куртка сделана на 65 процентов из хлопка и на 35 из полиэстера. Ткань, скажу, очень прочная, достаточно прочная, по ощущениям напоминает даже кордуру, которую я видел на той же на папире. То есть материал действительно прочный, я в этом уверен. И также они говорят, что он немного водонепринцаемый. Да, они обработали его пропиткой, если вот так вот пырснуть немного с водой, вода вроде так капельками осела, но она все равно будет впитываться. Мелкий дождь какой-то такая штука выдержит, но на что-то покрупнее я бы здесь надеяться вообще не стал. Если попытаться найти какие-то детали на этой куртке, то их здесь предельно мало, потому что куртка стоит какие-то копейки, и вы здесь снаружи найдете всего лишь только два кармана снизу. Если все-таки говорить про карманы, то, например, сравнивая с моим телефоном, они в объеме достигают вот примерно вот таких вот расстояний. Да, какие-то повседневные вещи сюда можно положить без каких-либо проблем. Например, тот же самый телефон сюда влезет абсолютно спокойно. Но что здесь стоит отметить про карманы, это то, что изнутри они отделаны флисом. Штука, которую, к сожалению, в наше время достаточно редко видишь вообще в куртках. Например, даже в той альфе, я не говорю про CP, которых я ни разу флисовых карманов так и не увидел, но больше сверху ни на рукавных, ни каких-то других карманов, ни на грудных вы здесь этого не найдете. Про какие-то регулировки тут тоже ничего особого не скажешь, потому что если начинать с рукавов, то здесь находятся манжеты, что как бы само по себе очень хорошо, потому что там внутри резинка, и они хотя бы немного твою руку сдавливают. Но я хотел бы, чтобы они сидели все равно немного потуже, как, например, в той же альфе. Здесь это дело никак не регулируется, но и снизу вы здесь также ничего не найдете. То есть она здесь болтается сама по себе, так же, как и в поясе. Пояс здесь тоже не затягивается. Ну а когда мы переходим к фурнитуре, то здесь, народ, начинаются еще некоторые сюрпризы, потому что здесь фурнитура это Waikiki Veslon. Я не знаю, где можно в таком ценнике, который я озвучу попозже, найти Waikiki Veslon. Причем здесь два бегунка, то есть один находится снизу, другой находится сверху. Это тем более редкость вообще в куртках, молния сама пластиковая, но Waikiki я могу доверять, потому что штука безотказная. На всех вещах, где у меня установлено Waikiki, они работают без каких-либо сбоев, но в остальном здесь также есть защита от ветра в виде вот такого вот нахлёста на кнопках и сверху и снизу, но а вдоль остальной высоты она закрывается на вот эти вот липучки. Утеплитель у этой парки также есть, он здесь полиэстровый, но какой-то другой информации здесь вы, к сожалению, не найдете. Ни его плотности, ни каких-то особых свойств. Да, я думаю, за такую цену здесь использовали самый обычный плестер. Я могу здесь судить только по тактильным ощущениям. Если сравнивать с тем, что у меня было, вернее с тем, что есть, то он на ощупь примерно по толщине напоминает N3B, но да, все-таки чуть потоньше, но примерно как в моей куртке от Альфы. Переходим к такой детали, значимой на зиму, как капюшон. У него всего лишь одна регулировка, которая регулирует вот эту вот ширину самого раструба, она затягивается здесь с двух сторон. Сзади регулировки нет вообще никакой, но если смотреть на то, как он сделан изнутри, то здесь, ребята, тоже флис. Посмотрите, как она сделана изнутри. Я офигел, когда просто это увидел. Внутри, ребята, эта куртка полностью сделана из флиса. Я не знаю, где в таком ценовом диапазоне, да и за такой ценник вы найдете, подобные куртки с такой отделкой изнутри. Ну, флисом только не отделаны сами рукава, здесь немного другой материал. Но флис, на мой взгляд, это обязательная штука на зиму, потому что, во-первых, он очень хорошо сохраняет тепло, во-вторых, он отталкивает воду, хоть он и является синтетическим материалом, и он очень приятен на ощупь. Штука, которую я считаю действительно незаменимой на холодное время года. Ну, а так, если говорить про какие-то детали изнутри, то здесь находится всего лишь один карман. Он, к сожалению, здесь на липучке. Телефон какой-то или документ сюда положить можно, а в остальном здесь ничего внутри больше не найдете. В общем, как вы видите, куртка устроена вполне себе неплохо даже. Да, она крайне такая аскетичная, минималистичная, не для модников 100%, а просто штуковина на каждый день. Но, тем не менее, давайте теперь поговорим о ее дополнительных свойствах, о том, как она работает в более-менее нормальных зимних условиях и сколько она наконец-таки стоит. Итак, в первую очередь, я думаю, стоит начать с ее температурного режима. Это, наверное, одно из самых главных свойств, которые можно придумать для куртки на зиму. И лично, по моим ощущениям, я могу вам ее гарантировать спокойно, ну, где-то до минус 8, минус 10 градусов. То есть, для такой городской московской зимы она вам прослужит очень хорошо, но здесь все равно есть небольшое уточнение. Вам все равно нужно надевать под нее кофту. Ни в коем случае не просто футболку. То есть, кофту желательно еще, чтобы что-то там было снизу. Но, в целом, да, она чуть-чуть похолоднее будет альфы, но, тем не менее, температурным режимом ее я достаточно доволен. Также такой параметр, как высота. Она по высоте снизу примерно такая же, как альфа. То есть, она доходит вам где-то до ваших примерно детородных органов, но не ниже. Да, под сильный ветер ее брать ни в коем случае не стоит, так же, как и альфу. Но, все-таки, такой вариант самый распространенный, потому что она будет более мобильна. Но, если вам нужно, чтобы вам куртка прикрывала также и под перцем ваш, то, к сожалению, этот вариант для сильного ветра вам точно не подойдет. Про эргономику я хочу сказать, что она у нее, ну, достаточно средняя, потому что карманы хоть и отделаны флисом, но при этом здесь, к сожалению, нет каких-либо застежек. Ни молнии, ни кнопок, ни даже каких-нибудь самых дешманских липучек. То есть, карманы здесь сами по себе, как обычный мешок. И про внутренние карманы хочу сказать то, что очень удобная все-таки штуковина вот эта вот липучка. Потому что я привык, например, в своих альфах, там, если ты постоянно что-то засовываешь, вытаскиваешь из этого кармана, то он у тебя всегда в рабочем положении. Здесь, как только ты что-то вытащил, все, он у тебя закрылся, тебе нужно опять его раскрывать, что-то вставлять, вытащил, но опять у тебя там закрылось. Это неудобно. Ну и такая моя небольшая придирка, она заключается в том, что если вы любите носить куртки с воротником нараспашку вот таким образом, то здесь, к сожалению, он не фиксируется. То есть, он будет у вас вот так в пограничном состоянии постоянно болтаться. Я не понимаю, почему в куртках люди не сделают или какие-то кнопки, или липучки, чтобы у вас воротник фиксировался. Ну, я так, во всяком случае, люблю. Ну и про размеры стоит сказать то, что эта куртка идет размер в размер. То есть, я, например, если ношу свои куртки XL, то эту куртку я взял в размер со своей обычной одеждой, то есть L. И она на мне села очень хорошо, даже так немного плотно. Но если вы хотите немного больше свободного ощущения, планируете надевать туда какую-нибудь такую кофту толстую, то возьмите на размер побольше. Теперь мы переходим к просто киллер фич этой куртки, которая делает этот куртец просто чем-то из ряда бон, выходящим и нереальным. Это ее ценник. Ребят, она стоит без скидки, без ничего в 5 раз дешевле, чем N3B. Эта куртка стоит в декатлоне по стоковому ценнику 3000 рублей. И за три штуки вы получаете куртец, который вроде благодаря с наполнителем можно носить в какой-то городской, такой теплой, зимой до минус 10 градусов, с флисом изнутри, сверху из материалом, который приятен на ощупь и прочим достаточно. И манжеты. И она сидит очень хорошо, она не болтается, она очень приталенная, с минимальным набором, но хоть каких-то функций, которые вам все-таки пригодятся, и каких-то прям дополнительных возможностей здесь вы не найдете, конечно же. Но за 3000 это какой-то нонсенс. Я офигел просто, что такие куртки вот такого уровня, с такой отделкой у нас в принципе существуют. Конечно, она не на сибирскую зиму, это 100%, это 200%. Но для города типа Питера, Москвы или средней полосы России это будет очень хороший вариант. А за такие бабки это вне всякой какой-то конкуренции вообще. Ну и на этом у меня для вас все, ребят. Как всегда, ссылки на себя я оставлю в описании. Можете туда переходить и также писать комментарии под этим видео. Ставить лайки, подписываться наконец-таки на этот канал. И также не забывайте про розыгрыш. Все условия я оставлю в описании под этим видео. На этом у меня для вас все, ребят. Всем счастливо!